Всем привет, друзья! С добрым утром! Садимся мы завтракать. Леночка доедает макароны по-флотски с огурцами. Олина, еще соль принесешь, там на столе стоит. У папы бутерброд с колбасой. А я не ела бутерброд, потому что у нас что-то мало колбасы осталось. Придется здесь в магазин, наверное, идти за колбасой. Я вспомнила, что у меня еще килька стоит. Я почистила, сделала такой бутерброд. Да, конечно, рыбу с утра как-то не камильфо. Ну, по барабану, что? Что тут такого? Ничего страшного. Нормально. Кильечка, бутербродик. Такой завтрак у папы. Соус он сделал. Свой томатный. О, вот так видно. И сейчас сядем покушаем. Ой, спасибо. А соль огурцы, я же хочу, чтобы ты посолила. Не хочешь? Ну, тогда отнеси соль назад. Я шутю. Все, приятного аппетита, да, Чуня? Спасибо. Решила сегодня к чаю. Что-то у нас все позаканчивалось. Сладкое к чаю. Решила сделать оладушки. Сделаю с вишнями. Если честно, с яблоками делала. С вишнями никогда не делала. Сейчас надо очистить их. Сейчас, наверное, Лену попрошу очистить от косточки. Первый небольшой урожай смородины собрали. У нас смородина что-то поболела. В этом году попал куста сухого. Ну, папа так на покушать чуть-чуть собрал. Так, вишня у меня мытая, смородина не мытая. Ну, смородину не знаю, добавлять. Наверное, пускай так просто покушаю. Это с вишнями просто сделаю оладушки. На оладьи у меня есть кефир. Ну, я, наверное, не весь буду использовать. На два раза растяну, чтобы они... Потому что здесь дома микроволновка. Раз, оладьи разогрелы, и они классные. А здесь холодные, они все равно не те. Поэтому я так немного сделаю. Одно яйцо, кефир. Здесь у меня сода. Растительное масло на нем пожарю. Это соль, это сахар и мука. Тут ее мало, но у меня еще есть пачка. Все, сейчас сварганю быстренько. Оладушки жарить буду в мультиварке. Помыла уже эту самую, потому что здесь у меня были макароны в ней. Помыла. Так и пожарю в мультиварке, потому что она хотя бы помощнее получается, чем плитка. Все, тесто на оладушке готово. Вот такое вот получилось. Лена тут чистит вишню. Не забрызгалась футболку в одном месте, да? Чистит старым способом, как чистили мои бабушка и мама. С помощью булавки. Да, Лена? Ну что, тебе понравилось? Да. Чик, и она вылетела. Есть, конечно, приспособление для вынимания косточек, но булавка тоже, если приловчиться, она на самом деле очень быстро получается. Вот. Только я не знаю, так как первый раз с вишнями делаю, я не знаю, когда с яблоками делаю, то я сразу яблочки мелко порезанные сюда вот отправляю. Но вишню, она пустит сок, то я думаю, наверное, я ложу оладушек на сковородку, ну, в моем случае, мультиварку. И сверху там по 3-4 ягодки, да? Мам, я видела, как она их жарила, она так делала. Да? То есть сначала оладушек я выкладываю ложкой, а потом тыкаю туда ягодку. Да. И потом уже переворачиваю на другую сторону и так далее. Да, просто я видела, как она их жарила. А, ну, значит, так и сделаем. Сейчас пожарим. Ой, выглядит, кстати, красиво. Не знаю, потом, конечно, когда переверну, она будет не так. Сейчас попробуем перевернуть. Эть! Опа! А с той стороны, наверное, останется, их будет видно, скорее всего. Так, я вилочкой аккуратно, потому что лопатки у меня здесь на даче нет. Я забыла сразу взять деревянную лопатку. Так, ладно, выключаю, это так неудобно. Короче, такие вот получают оладушки очень красивые. Ням-ням-ням-ка. Два последних оладушка. Вот такие вот они получаются. Конечно, некоторые вишенки выпадают. Ну, вот так вот оно выглядит. Ну, красиво. Мне нравится. Будем пробовать. Судимся мы обедать. Уже проголодались. Три часа у нас. Сейчас времени доедаем супчик последний. Вот такие вот оладушки получаются. Они, конечно, не очень симпатично смотрятся, но они вкусные. Яйца сварили. Леночка кушает. Папе два яичка нам с Леной. По одному. Смородины надо покушать. Витаминки. И здесь овощи. Лена колбаску берет. Лена сама нарезала. Да, этот огурец, кстати, вот так вот стоял. Да. Он уже не стоит. И зелень. Хлеб. У папы соус. И все. И майонез. Вот такой вот у нас обед вкусный. На ужин сегодня готовлю плов. Есть у меня одно куриное филе. Сейчас порезу. Сделаю пловчик. Мы в магазин идем сами. Мама готовит, да, Дунь? Да. А мы по делам магазинным чешем. Птичка поет классно. Где она есть-то? Видите, сколько вишен классных. Мама, они классные. Да, этот год вообще вишни конкретные, да? Да. Собака вон. Сенок, знаешь, такой. Все, пошли. Пойдем, пойдем. Саня, пошли. Саня, не пей из лужи, козелочком станешь. Скупились мы в магазине, в Масюндре, мороженое взяли. Так, я теперь буду продукты. Короче, мы купили воду. И все ли мне мороженое по 6. Вот такое с ароматом в ваниле. И хлеб. Ну, вон, водичка. Папа несет. Подожди, а это сколько литров? 9. Потому что она уже такая мягкая-мягкая, переспешая. Да. Собирают нектар. Ну да. Надо, кстати, меда купить. Да, обязательно. Мед нужен. А где купить его? У нас закончился. У нас 30-литровая банка была, да? Да. Не, долго, конечно, его ели. А, сколько, говорили, у нас стоит 3 литра? 600 гривен? Вроде дешевле, тут варяло, либо. Да? 450 гривен, что-то есть, да? Да, да, что-то такое. Но все равно дорого. Ну да. Да. Но мед надо. Я хочу именно майский. Пока он... Ой, что ли не захлебнулось? Пока он еще есть, он не сахарится. Майский. Ну да, это важный момент. И он считается самым... Ой, ягода уже забродившая. Так ты можешь опьянеть, да? Да. Пьяная мать будет. Блин, я там чуть, смотри, фу как. Оно все, это сам, клашня под ногами. Да, надо подмести. Солнце уже садится, закатик прикольный, да? Да. Классные здесь закаты, да, мамечка? И рассветы тоже хороши. И рассветы хороши. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Недавно кто-то тебе рассказывал, да? Что... В Турцию, да? Да. Съездили на двоих за 8 тысяч. По-моему, 10 дней. Все включено. Вообще фигня. Да не говори. Потому что на самолете лететь надо. Да. А я боюсь. Я никогда не летала, но я боюсь. Да? Да, почему-то не знаю. У меня почему-то страх. Я фильмов насмотрелась, наверное, да? Где самолеты падают, да? Есть такое, мать? Падают то и дело, паршиво. Ну, успокоил. Ха-ха-ха. У меня. Ну, а что ты предлагаешь? Плыть на корабле через Черное море? А что, нету? Да, должен быть. Круизных. По идее, должен быть. Вот я льем немытую, а у меня потом животик будет болеть. Да, нет? Не знаю, мать. Не знаю. Ну, меня вроде не болел. А что, после дождя? Ну, да. Пыль нет, машины не ездят, трассы рядом нет. Помытые, ну. Опрыскивать никто ничего у нас не опрыскивает. Да. Невозможно оторваться. Она хорошая, такая сладенькая, да, мам? Вообще, как будто мед. Нельзя, пчелки ее любят. Папочка будет пилить вишню. Ох, у нас прошлая классная пила была, которую украли. Вообще, она была обалденная. А эта мне вообще не нравится. Она, этот, металл тонкий, она гнется, понимаешь? Туда-сюда. Спилили, укоротили. Вот что-то оно сохнет, надо его. Так оно вообще, это деревце из асфальта растет. Не знаю, как оно выросло тут. Тут же бетон, как-то проросло. Оно раньше маленькое было. А, вишню собрать надо отсюда, да? Ну, можно собрать как раз на компот, да? Сейчас соберем. Пилить еще одну ветку. Вот, сухая ветка идет. Сейчас папочка ее спилит. Она не нужна. А я не замечала даже, что она сухая. Сухая, мамочка. Так привыкла к ней, что она торчит. Уже как родная. Ну, не жалко. У меня теперь застряла песня. Все для тебя. И теперь у меня целый вечер будет крутиться. Вот так, как что-то в голову попадет, это такая зараза. Да. Особенно Стас Михайлов. Давай так. Да, она сухая вообще. Да. Так этим деревьям больше 30 лет. Они старые. У них уже кора такая, уже страшная. Неудобно, наверное, под этим углом, да? Да. Может, повыше тогда, не? Может, повыше тогда взять, не? Ну, нормально. Эх, у нас классная электропила была. Да. Обалденная, вообще. Жалко. А ну, знаешь, ветки режь ей, как масло. Только так, бжик, бжик и все. Тоже украли, жалко. Такая классная была. Надо было отвезти домой ее, а мы вообще-то поленились. Ну, видишь, раньше не грабили, и мы так уверенно пооставляли все. Кто же знал. Сон, он сейчас начнет уже падать, да? О! Он сейчас уже падать начнет. О! Есть! Ну, это как раз на шашлык на мое день рождения. Да? Да. Как раз на шашлык на мое день рождения. Ну, да. Фруктовое дерево. Самые лучшие дрова. Ух ты! Классная. Все для тебя. Рассветы и туманы. Умничка. Молодец. Добавляем, ребятки, ужинать. На ужин у нас сегодня вкуснячий плов с куриным филе, салатик такой. Понравился нам когда капуста, огурцы, помидоры, овощи. Полезно и вкусно. Оладушки надо так кушать. У папы соус, чайок. Кружка Федя. Кстати, видела комментарий, спрашиваю, почему у папы кружка Федя, если он Сергей. Кружка я даже не помню точно, откуда она. Но мне кажется, что от бабушки мне досталось. А кто там у бабушки Федя? Я вроде Федя не знаю. Откуда у нее эта кружка, не знаю я. Откуда ты пришла? Ну да. Я ей не замечаю, Федя. Было бы написано Вася, ну пусть будет Вася. Просто кружка хорошая, она толстый пластик, такая удобная, легкая. Легко держать в руке. Так что вот так вот. Такой у нас вкусный ужин. Всем спасибо, ребятки, за просмотры. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok